что мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин, вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Привет всем, вы на канале Топарми. Несколько дней назад Владимир Путин анонсировал, что Россия на пути к созданию вакцины от рака. Это заявление вызвало огромный резонанс по всему миру. И я хочу узнать ваше мнение об этой удивительной новости. Как вы думаете, какие перспективы открываются с разработкой таких вакцин? Поделитесь своими впечатлениями и ожиданиями в комментариях под видео. Мир активно отреагировал на важное заявление Владимира Путина, сделанное на форуме будущих технологий в Москве. Президент России сообщил, что страна находится в серьезном процессе разработки вакцина от рака. Эта новость вызвала значительный резонанс в мире. Отмечается, что заявление Путина вызвало бурные обсуждения, хотя деталей о российской вакцине и ее механизме действий и эффективности не было раскрыто. Несмотря на отсутствие подробностей, это событие стало одной из наилучших новостей за последнее время. Например, в Китае появились интенсивные дебаты относительно заявления Путина. Жители выразили волнение по поводу этой новости и высказали надежду, что разрабатываемая вакцина станет универсальным средством от всех видов рака. Однако многие задаются вопросом, чем занимаются китайские ученые в этой области. Некоторые, например, критикуют некоторых экспертов за отсутствие активной работы в этом направлении, обвиняя их в том, что большая часть времени уходит на социальные сети и продвижение интересов фармацептических компаний. Согласно, например, изданию NetEase, существует также интерес в Китае к вопросу, сможет ли страна имитировать российскую вакцину и создавать свои дженерики, если она будет успешной. Журналисты данного издания считают, что такой сценарий маловероятен, и вероятнее всего Китай попытается приобрести патент на лекарство у России. В любом случае, новости из России приносят надежду на исцеление для тысяч людей по всему миру. А как вы относитесь к последнему важному заявлению Владимира Путина о разработке вакцинат рака? Думаете ли вы, что эта новость может привести к революции в медицине, и какие могут быть последствия для мирового сообщества? Ожидаете ли вы, что другие страны, в том числе Китай, будут активно вовлечены в этот медицинский прогресс? Поделитесь своими мыслями и ожиданиями по этому поводу в комментариях под видео. Но на этом выпуски от канала Топ Армии, конечно же, не заканчиваются, и чтобы не пропустить следующий выпуск, надо обязательно найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok